В колонию номер 7 в Саратовской области, где сейчас отбывает свой срок Бесик Квенихидзе, Бесо Руставский, пришли сообщения сразу от пяти законников с требованием считать его вором и относиться соответствующе. При этом, как сообщает Росболт, законники Махаре Гварамия, Маце и Ка, Никот Гебуадзё, Ника Гагринский и несколько других недовольных таким положением дел предлагают переадресовать свои претензии вору в законе Надиру Салифову, Гули. Тот уже давно поддерживает Бесо Руставского, так как он активно помогал его брату Намику бороться в Турции с врагами Салифова, в первую очередь с Олигией Даровым, Альберт Рыжий. Ранее сообщалось, что возвращение Бесику титула уже столкнуло Гули с Эдуардом Осатрином, Эдик Белиский, Осетрина, и даже грозит перерасти в полномасштабную войну между их кланами. Самому Осатряну при этом припомнили, что он так и не ответил на свое избиение группой законников и не объяснился по поводу обвинений родственников Шакро Молодого в связях с правоохранительными органами. Собственно, в противовес их позиции Эдик Белиский и выступил против Квенихидзе. В частности, вновь считать Бесо Руставского вором предлагал Шалва Азманов, Куса. Однако, самым ярым противником воровского статуса Бесика стал Элгуджи Туркадзе, Гуджа Кутаиский, у которого есть для этого свои причины. Еще когда Руставский был только стремящимся, он встретился с криминальным генералом Гуджей в СИЗО Бутырка. Последний якобы поставил его на место за то, что тот на глазах у представителя администрации Изолитора избил обычного арестанта. Когда же Туркадзе узнал, что Квенихидзе после освобождения короновали, то был этим крайне недоволен. Ведь это произошло без учета его мнения, а у него остались вопросы к Квенихидзе после того инцидента в Бутырке. Впрочем, и к самому Туркадзе нашлись претензии. Например, представители Гули напомнили Гуджи широко обсуждавшуюся в мафиозных кругах историю о том, будто он выступал свидетелем по делу о раздатчике Баланды в одной из колоний, которого обвинили в краже продуктов. Кроме того, как было решено на глобальной ереванской сходке, члены семьи не должны оставаться без титула во время отсидки. Так как их ослабление в колониях на руку только в СИН, все вопросы к законникам возможно задавать исключительно после их освобождения. Это, кстати, уже вызвало реакцию силовиков, которых ситуация, когда заключенный получает воровской титул, отбывая наказание, просто взбесила. Об этом рассказал Лентару источник в правоохранительных структурах. По его словам, руководство МВД расценило ее как вопиющий показатель плохой работы сотрудников СИН. В результате, 15 мая в горячем ключе, как уже писала преступная Россия, был задержан и конвоирован в Москву Куса. Тяжелые последствия ожидают и самого Бесо, отмечает издание. Кроме того, проблемы не обойдут стороной Ишакро, который, находясь в тюрьме, дал санкцию на возвращение титула Бесо. Среди воров же, несмотря на высказанное недовольство, желающих позвонить ВК Саратовской области и сообщить, что Бесо не вор в законе, пока не нашлось. Первый раз Бесо Руставский получил титул в 2013 году, но уже через год был развенчан из-за плохой репутации. Однако, получив в 2017 году очередной срок за грабеж, Бесо в колонии сумел установить черные порядки, чем вызвал уважение воровского сообщества.